Вплоть до исключительной меры наказания грозит уроженцу городка за убийство витебского бизнесмена. Напомню, предприниматель был найден мертвым в сентябре прошлого года. Тело с многочисленными ножевыми ранениями обнаружил местный житель одной из деревень Шумилинского района. Известно, что убийство было совершено из корыстных побуждений. Обвиняемый, а это 34-летний мужчина, присвоил крупную сумму денег, а также личные вещи убитого. Подробности расследования сразу нескольких громких уголовных дел. Озвучили сегодня в управлении Следственного комитета по Витебской области. Одно из резонансных – ограбление отделения банка в Полоцком районе. Следствие располагает доказательствами, которые позволяют установить личность преступника. Условиями, которые способствовали совершению данного разбойного нападения, явилось в том числе и неквалифицированное размещение видеокамер, которые не позволяли работнику отделения контролировать полностью все помещение. Ну и, наверное, основное у работника банка не было переносной тревожной кнопки, наличие которой позволило бы задержать преступника на месте совершения преступления. Продолжается расследование уголовного дела. И по факту к слонению к самоубийству несовершеннолетней. Речь идет о так называемой группе смерти, организаторы которой склоняют детей и подростков к суициду. Как отмечают в Следственном комитете, сейчас идет мониторинг глобальной сети, чтобы предотвратить распространение таких интернет-сообществ.